Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Сегодня у нас 17 марта 2016 года, раннее утро, помолились. Я решил тут маленький ролик составить, статистика. Это математика называется. Мне иногда даже некоторые упрекают, а вот вы цифры, все даете, вся Библия и цифр. Первая глава бытия, начинается день первый, день второй, день третий. Не научись считать, курица не умеешь считать. А это важное дело. И дальше сотворил человека, сколько, вся Библия сплошь идет, математика. Сколько убил ангел? 185 тысяч. Сколько апостолов? 12. Сколько потом избрал? 70. И в Ветхом Завете сколько убил Давид? Сколько погибло? Все идет по цифрами. И страницы в Библии, цифры везде. Я некоторые цифры сейчас назову. Это мне вчера мысль пришла такая, погас свет, а тут ремонтировали. На столбе вышел я, там электрик сидит, они отгородили, чтобы никто не подъехал. До полчетвертого делать нечего-то. И я тут стал смотреть. Люди, которых я на улице не видел, высыпали. То есть они сидят дома за этим, за компьютером, в интернете смотрят. Спрашиваю, а кто интернет изобрел? Не знает никто. Тим Бернерс Ли. Зарядите. Мы за него каждый день молимся. А телефонку изобрел полный зал, краевое управление милиции, и ни один не может ответить. Ни один. Я говорю, Мартин Купер. Мы за них тоже молимся. Какое изобретение сделал? Да там свалка, ну там выбери, хорошее есть. Хорошее. Я люблю очень математику. Вот с Яковом пошло 75 душ. Сколько лет было каждому. Это первая книга бытия идет. Математику любить надо. Везде математика. Вот мы настилаем полы, и со мной один человек. Взрослый, уже дети у него. Я говорю, доску, которой прибиваешь, гвоздь должен в 2,5 раза быть длиннее. Не короче, иначе он не удержит. Он не может сказать. Я говорю, доска 40, 4 сантиметра. Сколько это будет гвоздь? Не знает. Ну то 4 умножить на 2,5 это. Но 4 на 2 сколько умножить? Не может сказать. Это как себя надо запутать? Ничего не знает. Я говорю, а как же ты хлеб получаешь? Сколько сдачи? Сколько дадут? Да как же так можно? Дети учатся в институте. Я принес ему таблицу. Начал учить бесполезное дело. То есть намертво. Почему? Родился в старообрядческой среде. Совершенно не надо. Это старообрядчество. Человек это живой, в хороших отношениях со мной. Но я должен сказать. Математика это большое дело. Вот смотри, 12 ворот. Откровение заканчивается. И все говорится. На каких горах сидит? На 7 горах. Жена блудная. Все абсолютно на математических данных. Это необходимо. И вот вчера у меня этот разговор произошел прямо не из-за чего. Вот этого Саварбека, который Алмазов там буйствует. А так как света не было, телефон у меня здесь, я теперь решил дальше продолжить этот разговор. Мне надо посоветоваться в КГБ пойти. Я начал звонить. Звонить и спросить про одного, который курировал меня, полковник. Никулин Юрий Михайлович, хороший. Но где адрес? Раньше я был переплетчиком-реставратором. У нас видно будет или нет. Вот обыкновенные тетради, я покупал их тысячами. По 16 листов. И вот видите, как обрезка какая идет. Как она сделана. А материала-то не было. Это обои. С этой стороны обои. Здесь лидеринчик. Здесь переплетная бумага. И вот видите, как нагреваешь на плитке и впечатываю его. Я даже могу где-то показать. Это надо было заказать. Так. Математика. Вот ты, математика. Вот где он у меня тут. И сразу ты найдешь. Я тут уже хотел показать, как этот сделанный. Даже удивительно, что его нет у меня тут рядом. Он лежал здесь. Ага, вот он. Плохо искал. Вот он какой крест сделанный. Это мне сделали из бронзы. Видишь, как он выступает. Теперь я его нагрею. Щипцами зажимаю. Ну, щипцы вот такие, как. Вот туда. И он отпечатывается. Такой есть крест. И вот сколько их провести. Это 500, кажется, 20 с чем-то страниц. Вот какие тетради. Обыкновенные тетради. Получается книга. Или какой переплет. Она открывается. Видите, как на шнурах. Вот тут, может быть, видно, нет шнуры. Вот это затофальчик. Обыкновенная. Тут корочки тетрадные идут. И вот нитка идет вот сюда. Вот это шнуры. Шнуры. Два шнура. Вот они идут, растрепанные, приклеены где-то. Я переплетчик был. И таких вот томов, книг проще, переплел около 3000 томов. Это, когда реставрируешь книги, каждый листик надо наращивать. И чтобы он незаметно было, надписывать. Это очень-очень кропотливая работа. Реставра, как бы. Слава Иисусу Христу. И вот к чему я говорю. И одна из таких тетрадей вот у меня была здесь. Телефона у меня не было. На работе только звонил. Ну, такая же тетрадь. И вот как она у меня, эти адреса. Я посчитал, сколько у меня адресов здесь. Которые указал здесь. Это. Сейчас, минуточку. Гляну. Вот. Не имея телефона, я звонил на работе только. 2300 телефонов. 2300. Видите, уже и взорвалось. Страницы тут все. Но не выдержало. Тем более, уже время столько прошло. Это и архив. Листал, листал, листал. И нашел этого. И по телефону позвонил. Его жена. Жена Тамара Васильевна. С моей женой знакома. Я стал расспрашивать. Он говорит, умер уже. Умер. Я стал расспрашивать, как умер он. Потому что он брал у меня книги, покупал. Вот. А КГБ, если люди отзываются там плохо, как-то. Я скажу, не все такие были. Он моей матери обещал, что меня вытащит из тюрьмы в 80-м году. И приехал на машине и привез. Когда он приехал, чтобы я дал письменное обещание, что не буду распространять архипелаг ГУЛАГ. Я в первой стране распространил архипелаг ГУЛАГ. Значительно было и полная у меня понатеха, попутно сказать. Это Златоуз 12 томов, 12 томов жития святых, 5 томов добротолюбия. Две с половиной тысячи часов. Часов. И вот эта катушка вот такая вот. Это 375 метров. 8 часов 20 минут. Вот эти, я даже могу показать, где они вот, какие были. Сейчас некоторые даже не знают вообще, что такое катушки. Вот они. Вот это с той стороны первоначальная, это белый раккорд называется, а здесь красный. Видно, что с обратной стороны. И вот чтобы один экземпляр издать, где-то на тысячи часов, вот таких катушек, это 6 рублей 10 копеек стоило. Надо было 300 катушек. 300. Это пленки такие. И вот эти 300 надо было достать. Везли отовсюду. Начиная с Эстонии и где только можно было. Был депицит. И никто столько, вряд ли покупал. А куда их больше? Норма была 5 катушек. Ну а как 5, когда мне только один экземпляр? 300. 300. А если я их выпускаю по эти умножке теперь 300 на 10? 3000. А если 100, а у меня больше было, уже что? Ну ясно дело, что это уже там 3000, 30 тысяч. Это невероятно много у меня было. У меня кипело и работало все. И вот я, а если отняли, отняли другая работа. Я говорю, к тому электричество погаснет, научитесь делать еще что-то другое. Обязательно должно быть какое-то рукоделье, чтобы со скуки не сдохнуть и не свихнуть. И вот я созвонился вчера с этой, с его женой. И он говорит о вас, он очень хорошо отзывался и внукам рассказывал про вас, курировал. Это настоящий интеллигент был, он очень умный был. И когда меня посадили второй раз, он уже на пенсии был, он явился в КГБ, КГБ еще было, ФСБ или уже, и он мне говорил это. Я сказал, кого вы взяли, кого арестовали, он как вам помешал. Через него сколько людей, там называют ИПХ были, они без паспортов, дети в школу не ходили, истинно православные. Один раз только у меня 32 человека сразу пришли, получили паспорта, вышли на работу. То есть люди вернулись к нормальной жизни. И вы его взяли и посадили. А мне звонит и говорит, дураков-то еще у нас у вас хватает. Ну, меня бы не посадили, вот этого дома не было, я бы все это к тому. Все это у Бога вымерено. И вот вчера мы с ней поговорили, она говорит, я Евангелие-то читаю, в церковь хожу, ничего не понимаю. Ничего не понимаю. Надежду Васильевну спросила, там ей как привет все дает или что-то. Слышишь, нет? Я о чем сейчас говорил-то? Понятно. То есть она помнит это все. Какие разговоры были. Я дал адрес, она записала, я говорю, если что-то будет трудно, то так она помянули в церкви, мы все сделали как положено. А сам-то он как, обращался? Нет? Ну, он был не против. Ну, а понимал ли, что он уже умирает? У него с кровью был рак крови, если такая болезнь есть, может быть, это лейкомия там или... Ну, что-то тромба она назвала там, с тромбоцитом связано. Это полковник АГБ, вот у меня такие хорошие отношения. Я сегодня думаю туда, чтобы меня свозили. Уже наготовил две сумки. Еду туда с генералом, желаю встретиться, побеседовать. Ну, и расспрошу про этого Алмазова Саварбеката, который вот это пакости делает. Как это? Можно или нет как-то вразумить, дать ему понятие о суде Божьем. Я еще не решился, но молюсь об этом. И вот посмотрите, какие данные математические показываю. Вот сфотографирую это. Вот у меня 33 тома, из них 30 в бумажном варианте, и они стоят в интернете. И вот какие вопросы задавали. В каком томе, сколько, какие вопросы. Не страница, а вопрос. Ну, а вопрос-то как страница показывает. Засними это, чтобы люди могли посмотреть. Хорошо. Дальше. А вот это вот еще раз прогоню. Я когда обратился, то просчитал в английской Библии, сколько слов, букв, там считали люди. А в русской нигде не мог найти. И тогда я сам решил это сделать. Вот посмотрите. В Ветхом Завете. Первое. Сколько глав. Бытие. Сколько стихов. Бытие 1533. Сколько слов. И 28 420 слов. Сколько букв. 125 411 букв. И по каждой книге вот такую математику сделал. Когда я это сделал, надо было свести, то на калькуляторах работало несколько человек, помогали мне. Ну, я когда все уже вывел, только соединить надо, ну, каждую книгу. Вот эти данные вывел. Я дальше вот писал ты сколько? 150 глав. 2516 стихов. 30 тысяч. Слов. 197 слов. 145 тысяч. То есть можно сравнить, какая книга, что и как. Вот смотрите где. Опять. И дальше неканонические книги. Вот себе заснимите. А зачем это нужно? Мне нужно. А вы послушайте, может, тоже скажите нужно. А вот вот смотри. В Новом Завете. Теперь какое самое большое послание? Я легко могу сказать. Потом я выстроил это в алфавитном порядке. То есть по возрастающей степени все эти. То есть, ну, вот это машина делает уже. И дальше. Ветхий Завет и канонические книги. 39 книг, 929 глав, 23 тысячи 72 стиха, 438 тысячи 906 слов и 2 миллиона 59 тысячи 365 букв. Вот так. В неканонических книгах входят 13-14 главы Даниила, молитва о монасты. И так, ну, и проще, и проще. И что она составляет? 172 главы, 5 тысяч 855 стихов, 100 тысяч 787 слов, 500 тысяч 138 букв. Неканонические все это отбросили, сектанты 11 книг. 500 тысяч, полмиллиона букв отбросили. Дальше. Новый Завет содержит. 27 книг, 260 глав, 7 тысяч 955 стихов, 129 тысяч 596 слов, 612 тысяч 909 букв. Я это все сделал расчет по Корану и теперь сравнил, что больше, что меньше. Сколько каких слов-то можно сегодня определить. А это не определит машина, надо посидеть дальше. Библия каноническая полностью. 66 книг, 1189 глав, 31 227 стихов, 568 502 слова, 2 миллиона 672 тысячи 374 букв. Да, одной буквы. Вся Библия с неканоническими книгами теперь. 77 книг, 1361 глава, 37 082 стиха, 669 284 слова, 3 миллиона 172 тысячи 512 букв. Вот я посчитал во сколько раз у меня в томах, тоже до буквы известно, сравнение с полной Библией. Отопечатать надо было. И вот полная Библия столько-то. А сколько на нее надо считать? Считать и начитывать это разные вещи. Считать просто глазами бежать, а начитывать надо, ну хоть маломальски понимать, что такое. С выражением. Прочитать. Увидеть. Я попутно даже могу, ну, показать, где у меня насчитанная Библия была. Вот здесь вот. Здесь надо найти мне, покажи, где Библия насчитанная. Библия есть, нету? Не вижу. Не видишь. Вот плохо, надо снова. Давай еще раз. Считай. Наверх поднимите самый. Библия. Так, Лена и Глава. Вот она, Библия. Как ты не видишь-то? Вот она. Ну, чего ж ты так? Это Библия. Библия-то Библия, да. Ну, вот она, Ветхий Завет, Новый Завет. Вот открываю. Ну, вот Евангелие. Ну, чего тут непонятно-то? Это что тут? Первое послание к Коринфянам. Я открываю его. Вот она, Глава. Ну-ка. А что, она не идет? Да нажать еще раз нормально надо. Нормально нажать? Энтер нажмите, лучше будет. Первое к Коринфянам, шестая глава. Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не у святых? Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет судим мир, то неужели вы не достойны судить маловажные дела? Разве не знаете, что мы будем судить ангелов? Не тем ли более дела житейские? Это вот на нашем сайте все есть, Библия начитанная. Хорошо, я теперь возвращаюсь назад и покажу еще там другое. Это что? Якова. А, Якова. Якова. А Иуды где? Вот она, Иуды. Одна глава. Послушаем. Соборное послание святого апостола Иуды. Иуда, раб Иисуса Христа, брат Иакова, призванным, которые освящены Богом Отцом и сохранены Иисусом Христом, милость вам и мир, и любовь да умножатся. Возлюбленные, имея все усердие писать вам об общем спасении, я почел зануженно писать вам увещание. Подвязаться за веру, однажды преданную святым. Ибо вкрались некоторые люди из древли предназначенные к всему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству, и отвергающиеся единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом, не веровавших, погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им, блудодействовавшие и ходившие за иною плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Так точно будете с теми мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретить тебе Господь. А сии злословия то, чего не знают, что же по природе, как бессловесные животные знают, тем расплевают себя. Горе им, потому что идут путем каиновым, предаются обольщению мзды, как валаам, и в упорстве погибают, как корей. Таковы бывают соблазном на ваших вечерах любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенищиеся с ромотами своими, звезды блуждающие, которым бледется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря, «Все идет Господь со тьмами святых ангелов своих сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которое произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники». Это работники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова. Они оказывают лицеприятие для корысти. Но вы, возлюбленные, помните предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа? Они говорили вам, что в последнее время появятся ругатели, поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры душевные, не имеющие духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божией, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. И к одним будьте милости вы с рассмотрением, а других страхом спасайте, и сторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью. Могущему же соблюсти вас от падения и поставить перед славой своей непорочными в радости. Единому, премудрому Богу, спасителе нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, силы и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Ну как, слышится? И вот это выставлено в интернете, разбрелось где-то. Ну любой-то, что не делайте это. Теперь, а сколько надо считать Библию? Звучание ее, сначала сказать, звучание. Это 89 часов, там минут, секунд, надо посмотреть сколько. Так вот, вот эту вот Библию, это второй раз перечитывал. Первая у меня была уничтожена до ареста еще. Пришлось заново сесть, стать. Я насчитывал всегда стоя. И архипелаг ГУЛАГ. У меня самая полная версия была, три тома, имкопресс из-за рубежа. И вот эта архипелаг ГУЛАГ, три тома, и вот эту Библию насчитала ровно за 30 дней. Начитать, не прочитать. Я вообще говорю, вы сами разделите, поскольку надо слушать 90 часов, фактически. 90 часов, ну по часу в день, это за три месяца Библию прослушал. Сними ее на диске, где угодно, на флешку, вставил дорогу, едешь, слушаешь. Также начитаны на нашем сайте Златоуст, 12 томов. Жития святых, Добротолюбие, 4 книги, ну то есть Григория Диченко. Вот это показал, статистика здесь какая. И дальше мы говорим. Во всей Библии просчитали сколько было. Дальше вот это прочитай. Точек 27782, 86364, точка, 12268, двоеточие 11012. Понятно, что дальше, но меня интересует два. Вопросительных сколько? 3362. А восписательных? 2170. То есть можно сравнить, больше или меньше. Если ты не знаешь, ты не ответишь-то. Кавычек, скобок, пробелов сколько? Пробелов, ну между словами пропуск. Знак, черточка сколько? В канонических книгах 2952. В Новом Завете 488. И краток сколько? В Ветхом Завете 20809. В Новом Завете 5236. О, черточек, сколько в Библии? 3440 раз. А иоты? 26055 раз. О, теперь внимание. Я немного увеличиваю в тексте, почему это все делалось. Я скажу, что это не просто так. Вот смотрите. Сейчас просчитаем, чтобы было заметно где-то. Считай. Ибо Матфея, 5 глава, 18 стих. Говорится. Ибо истинно, говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. А как узнать? А вот теперь что-то где-то не так. Просчитал, я сразу могу сказать. Количество фотографий, все это известно. И очень легко это узнать. Вот что значит это. Вот я говорю вчера, чтобы телефон найти, мне пришлось промолотить, и я на два раза или на три раза кое-как нашел. 2300 адресов. Я это вот записывал, они все у меня тут адреса записанные. Вот видите, какую я даю арифметику. И я звонил. Когда начинали занятия, несколько человек, вот Татьяна, Пусина, Брыдкова, Любовь, это пришли по звонкам, выставили объявление. То есть одна душа придет, тогда вот это все оправдалось. Вот я на работе нахожусь, звонок. Так, это бассейн, там где купается опта. Я говорю, да бассейн, но только у нас крестит с троекратным полным погружением. Ой, а что это такое, куда я попала? Вы попали к православным христианам. Я не говорю, что я на работе, у меня телефона нет. Так, подождите, трубку не ложите, я сейчас за Тамарой сбегаю, она тут рядом. Она тоже любит это дело. Все, Тамара придет. Все. Когда бы что ни было. Бабушка одна звонит. Здравствуйте. А вы хотели бы Библию изучать? Я это знаю, свидетели Иеговы называются. Хотел бы. А вот мы изучаем, я говорю, и мы изучаем. Мы изучаем в техническом университете. Занятия веду я, Лапкин, Игнатий Тихонович. Приходи, ой, все, а на то мне некогда, тут что-то внучек заплакало, никто не плачет. То есть они только дают, а брать ничего не берут-то. Вот и все. А потом, потом мы с ней уже разговаривали, и эта бабушка, как туда попала, она все о себе рассказывает. Да если бы пастыри-то работали, не прохожане, не захожане были у них, а были бы братья родные, сестры. Тогда бы другой разговаривал. К слову сказать, братья и сестры. Вот обращаются патриарх в храме везде. Это неправильно. Нужно говорить только братья, сестры нельзя говорить. Во всей Библии ни разу этого нет. Ян Датаус 12 томов, братья, говорит там 5000 раз, допустим, и братья и сестры ни разу, что это не говорит ни о чем. Женщине нельзя обращаться. Жены ваши в церквах да молчат. А когда говорят братья, сотворил мужчину и женщину, это одно, одно целое. Когда говорят братьям, он ей расскажет, и она стоит слушать, ее не надо спрашивать. И обращать все братья и сестры нельзя. Ну, большое ли это дело? Но в Новом Завете, если 109 раз обращаются братья и не разу сестры, в Новом Завете. И что бы ни сказал, да это не важно. Важно только то, его незнание важно. Я понял, что важно. И вот если, которые нападают на меня, они могут показать что-то? Нет, конечно. И поэтому на этом фоне, в общем, я хвалюсь благодатью Божию. У меня нет ни образования, ни какого ничего, но я люблю статистику. Вот показы, у нас подручники такие молиться, которые, чтобы руками на пол. И вот когда телефон мне установил один тот, Сергей Крупский, фамилия его. И я вот так вот облокачивался, и у меня локоть болит. И продрал его. Столько времени проводил за телефоном, потому что у меня появился телефон. И была то есть сестра одна, и она сразу шила мягенький такой, чтобы мне под локоть подложить. Вот как делается. Что только заметил я, ты сразу успевай сделать. Вот поговорили, и ты из этого сделай для себя вывод. Вот я был переплетчиком, ну, все нельзя переплести одному. Я стал образовать курсы. Ну, я думаю, не меньше сотни сделал. Я много раз курсы вел, потом в университете. То есть все время должен быть занят. Переплести газеты, документы. Все переплетено и стоит, ты никогда не узнаешь, как. Вон, посмотри, как у нас. Я был в Америке, когда дали книги, но книги у них были уже сшитые, но без переплета. И я взял, так а что вы будете делать? Я переплету. И они у меня переплетены все. Вот что значит статистика. Мы говорим годы, высчитываем секунды. Это необходимо знать математику. Теперь я возвращаюсь назад. Где у них? Так, это что у нас? Закрыть еще маленько. Ага, вот они. Слушай, считай. У меня 3467 стихов. По идее четырехстрочных куплетов. Готовы к изданию 4 том по 800 страниц. Но издать не могу, денег нет. В каждом томе 160 страниц фотографии. Статистика такова по всем моим 3467 стихам. Слов 720 829. Знаков без пробелов. 3 959 2320. Знаков с пробелами. 4 721 000. А сколько там, когда мы смотрели статистику по Библии? То есть больше, чем в Библии. Только в одних стихах у меня больше. Это рукой написанные стихи. И дальше. Абзац, абстрок. Абзац, абстрок. 2698 страниц из моих стихов и умножим на 1000 рублей. Итого за публикацию моих стихов в одном экземпляре 2 миллиона 698 тысяч. Это попросили там какой-то конкурс был. И поэтому ясно. И это даже не за альманах, а за публикацию всего лишь у них. Вот. В одном экземпляре, чтобы и знали, вот такая требуется сумма назначили. Я высветил и сказал. Это вы в уме или нет? Вот. У меня 4 тома. И они, я даже могу показать сейчас где-то, я не могу их издать никаким образом. Вот. 4 тома. Где-то стихи. Вот они стихи. И вот они 4 тома. Вот они уже есть. Но они еще только в электронной версии. По 800 страниц. И в каждой будет 160 полный лист цветных фотографий приготовлено. По 160 страниц умножить на 4 сколько будет. Это было бы интересно, но издать никак не могу. Если бы нашелся, для богатого это еще не значит. Сколько требуется? Сейчас я не знаю, но примерно 2,5 миллиона на тысячу экземпляров. Тем более, у меня чуть ли не 90% книг, какие я издал, я их пораздорил по библиотекам. От самого дальнего порта находка до Лиссабона. И всюду где проехали. Прибалтика, Великобритания, Шотландия и Прибалтика. И проехали на машине. Тоже рекорд установили. 140 тысяч километров. Проехали. С благовестнической миссией. Правда, это в 4 года. Вчера посмотрел, самый тяжелый день в моей практике был. Это 24 июня. 24 июня 2014 года. Когда сломалась машина в Швеции. И мы шли в Норвегию. И резко повернули. И заглохли. Как нас на эвакуаторах. И сколько стоит эвакуатор километр. Сколько самим ехать. Ровно в 10 раз дороже. Как с нас начали снимать. И как Бог все это показывает. Появляются люди в Швеции. Помогли рубли обменять на кроны. Заплатить. Уже созвонились знакомый Булкин Дмитрию. В Калининграде. На него вышли. Потому что надо через Клайпеду выехать. А он в это время в Испании был. Он означает человека. Посылает эвакуатор. Сколько здесь всего. Это Бог делает. А то сидел бы дома, ничего бы не было и не знал. Вот меня когда спрашивают. А что самое великое в вашей жизни было? Великое в моей жизни то. Что я узнал. Как много у Бога добрых людей. Везде. Везде. В тюрьме. Начальник тюрьмы меня вызывал и умер по-христиански. Следователь обратился. Тюремное начальство. Где был в лагере. Сейчас с этим переписываем. Нашли в словах Владимир Васильевич. Книги уже ему выслал. И эти люди почему-то мне встретились. И третье. Эти люди приняли активное участие в деле, которым я занимаюсь. Вот на меня, которые люди нападают. А вы знаете, вот у вас такое написано. Если бы узнал, кто такой-то. Я говорю, я ему все книги подарил. Подарили. Да он же еврей. Я говорю, он мне помогает. Он банкир. Это такие книги. Он помогает. До того удивляется. У меня все друзья. Враги только те, которые не принимают обличения. А я их обличаю, говорю. Как-то приехали здесь. Директор рекеородочного завода. А у него там приемная. Я не знаю сколько. 150 или 160 похвальных грамот. Какая водка хорошая выпускается. На конкурсах-то. И потом он приехал. Так просто меня на машине привез тут домой. И здесь по ограде стали прогуливаться. Я ему и говорю. Называю его по имени-отчеству. Я говорю, вам не надо бы это делать-то. Торговать-то. Это же люди спиваются. О! Да я же городскую казну наполняю. То есть правда с него большой. Я говорю, ты ад наполняешь. Торгуй водой лучше. Ну я уехал. А его в это время не знали. То ли сняли, то ли ушел. И поставили директором водоканала. И он мне говорит, вот это вы мне напророчили. Ну а потом вице-маром стал. В одной республике. Вот какое дело. И все, что в жизни бывает, нужно принимать с благодарением. Поэтому я благодарю Бога загонить или захулить. Или усиливать их молитвы. Если они перестанут хулить, особенно трудно вытаскивать из священства. И особенно трудно это, если где-то прикоснулись с миссионерским отделом. Придумали отделы такие. Почти невозможно вытащить. Вот у меня есть из баптистов приходили, из других где-то. Такие вот как миссионерский отдел почти никого нет. Потому что он считает правильно. Он учит, у него все выстроено по уму. А духовного-то там нет. Они не знают с кем разговаривать. Какие слова сказать. Бог делает. Вот с каким-то человеком говорить, мне придется сейчас говорить. Ну минимум 30-40 часов я на молитве пробуду. Прежде чем узнай, говорить или не говорить. От Бога дождается ответ. Поэтому о чем я говорю, не в штыки принимать надо, а задуматься. О чем я сказал? Да как говорит о себе. Ну о чем я буду говорить? О Пушкине. Я говорю, что Бог позволил и издать. Вот вчерашний день был такой. Вчера я вышел на такую организацию. Сегодня, может быть, меня туда свозят. У меня две сумки уже загружены. Какие взять с собой документы? Вот поэтому любите Бога. Любите мир. И любите математику и статистику. Богу нашему слава, ловите веков. Аминь.